Сегодня эти машины, которые приехали в Россию из Киргизии или Армении, не могут быть использованы своими владельцами. На них нельзя ездить, их нельзя продать, потому что по новым правилам утильсбор вырос с 5000 рублей до нескольких сотен. Причем внезапно, буквально за выходные. Теперь при ввозе иномарок покупателям выставляют коммерческий сбор на утилизацию. В пятницу мне пришла информация, что будет бешеный утильсбор. Сотрудники таможенной службы в пятницу, они просто покрутили мне пальцем у виска, сказали, никаких постановлений они не знают и не видели. До 2019 года Киа Косень, нам она пришла под ключ 3650 и попутно заплатить еще миллион 300, которые я пока не знаю, где буду брать. И машина встанет в 5 миллионов рублей. В общем, пока мы машину эту привезли в Россию, утилизационный сбор на нее составлял 3400 рублей. Пока мы готовили документы, приехали в таможню и оказались должны государству 844 тысячи рублей. Соответственно, средства такие брать одномоментно неоткуда, а пока мы их не платим, у нас ежедневное начисляется пение в размере 500 рублей в день. Ну, мы же простые граждане, мы же не собираемся продавать там, навариваться, да, на этом транспорте. Мы просто хотим ездить, пользоваться. У нас и кредит висит на покупку машины. Мы оказались заложниками ситуации. Автовладельцы уже начали получать первые ответы от различных инстанций, но по сути в них никакой конкретики. Ведомства просто перенаправляют друг к другу. Вот, например, для получения вами ответа обращение направлено в Минфин России, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития и так далее. Как уверяли законодатели, нововведения должны были ударить по серым дилерам. Тех, кто купил машину для себя, как физлицо, изменения якобы не коснулись. То же самое говорят и по телефону горячей линии таможенной службы. От 29 октября внесение изменений – это для юрлиц. То есть, если я физическое лицо, это меня не касается, я правильно понимаю? Да, все верно. Автоэксперты утверждают, больше всего шансов отстоять свои права у тех, кто успел ввести иномарку в Россию до 29 октября. В законе четко указано, что данный утилизационный сбор, то есть его сумма увеличилась сильно, но для автомобилей, которые пересекли границу после. По моему мнению, необходимо обратиться в вышестоящий орган, это транспортную прокуратуру западно-сибирскую, с жалобой на действия сотрудников. Далее обратиться уже в суд может гражданин, если считает неправомерным действие со стороны таможня, и прокуратуру за тем, чтобы соблюсти законные интересы граждан. Пострадавшие автовладельцы записали обращение к президенту. Мы, жители Татарстана, жители Екатеринбурга, жители города Новосибирска, просим вас не бросать людей и позволить уплатить мультизонный сбор по правилам на дату ввоза автомобиля на территорию Российской Федерации по льготным ставкам.